Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне 30 лет, я разведена, сейчас живу с мужчиной. Недавно узнала, что он общался с женщиной с работой, была переписка интимного характера. Я всё узнала и хотела уйти. Он остановил, умолял, просил остаться. Говорит, что любит только меня. Я не могу забыть всю эту переписку, такой грязь, что он её писал, как её хочется, так далее. Мне очень трудно уйти от него, ведь трудно всё это забыть. Я уже не чувствую себя счастливой в этих отношениях. Что мне делать дальше? Он доверялся, никогда больше не повторится. Но я не могу уже ему доверять больше, он уходит на работу, а я извелась, что он с ней общается и видится на работе. У меня двое детей от первого брака, мне трудно сейчас собраться, просто уйти. Тут ещё и финансовый вопрос, так как я сейчас в декрете со вторым ребёнком. Мужчина, с кем сейчас живу, против, чтобы мы родили третьего, но как родить от него после всего этого, я не готова. Такой вопрос. Ну, прежде чем, наверное, как-то говорить о проблематике, да, прежде чем, наверное, стоит сказать о том, что вам, в общем-то, хорошо. Ответила моя коллега Марина Голикова, вот, на мой взгляд, она очень подробно описала вашу проблематику, на мой взгляд, она очень хорошо вам ответила, на мой взгляд, хорошо прочувствовала суть того, что с вами происходит. Самая главная мысль, которая мне кажется важной, это, это возможность для вас. Как бы посмотреть на ситуацию шире, чем вы видите её сейчас. Посмотреть на ситуацию шире и постараться увидеть её, эту ситуацию, более глобальному. Начать, ну, начать, в принципе, можно здесь от того, что вы разведены. То есть, если вы разведены, да, значит, у вас не сложились по, ну, по каким-то причинам у вас не сложились отношения с мужем. Там, вот, то есть, ну, были какие-то, по-видимому, проблемы, да, были какие-то, по-видимому, обстоятельства, были какие-то, по-видимому, причины, которые вот так или иначе вам, значит, ну, помешали, скажем так, продолжать, ну, продолжать находиться в отношениях. Вот. А что это за причины, да, и как в целом получилось так, что вы с своим мужем развелись? Какие паттерны, ну, поведения, да, привели к этому в том числе вас? Очень важно увидеть, на мой взгляд, то, что происходит сейчас, является продолжением того, что вот происходило с вашим мужем, к сожалению. И то, что вы либо оставили это в прошлом, либо думали, что это можно оставить в прошлом, сейчас с вами сыграла злую шутку. Следующий момент. Это, на мой взгляд, история о том, что вы, как мне показалось, изначально были в себе не уверены. И если помните, я говорил как раз о возможности посмотреть на ситуацию со стороны, и очень важно, чтобы вы это сделали. Для чего? Очень важно, для чего? Очень важно, это потому, что Ситуация не касается только переписки вашего мужчины. Ситуация касается, в целом, глобально, ваших отношений с ним. Вот. В целом, глобально, вашего взаимодействия с ним. Вот. Ну, непосредственно, непосредственно взаимодействия вас и вашего мужчины. Вот. Потому что, то, что происходит сейчас не с вами, вот, а именно, то, что ваш мужчина переписывал за другой женщиной и прочее. Это, на мой взгляд, связано с неким кризисом в отношениях. Ээээ, которые вы стараетесь игнорировать, которые вы, вероятно, как раз, ну, привыкли, привыкли игнорировать. Вот. Ну, а от того, что вы это игнорируете, он, понятное дело, никуда не одевался. Вот. Обратите внимание на следующие моменты. Вы пишите, мне 30 лет, я разведена. То есть, если вы говорите первое, первым делом про свой возраст, надо полагать, что он для вас имеет какое-то значение. Ваш возраст. Да, второе, вы говорите, что вы разведены. То есть, ну, опять же, здесь история о том, что возможно, эээ, раз. Эээ, раз вы об этом говорите, значит, ну, тот факт, что вы разведены, вас волнует. Я так думал. Вот. Эээ, и, соответственно, здесь возникает вопрос того, важно ли это для вас, да, насколько для вас это важно, и... на данный момент какое-то имеет значение, то, что вы разведены. Эээ, хочется сказать, что развод – это травма, эээ, ну, психологическая травма. И бесследно, как правило, не проходит. Вот. То есть, развод – это переживание, это довольно серьезное потрясение для человека, потому что ломается его, ну, привычная такая вот... ну, привычная поведенческая модель. Ломается его привычное восприятие эээ, себя, себя, реальностью. Вот. Что здесь, к сожалению, вот такая проблема существует. И если... не обращать... на это внимание, если не уделять этому внимание, то, конечно, могут быть очень... ээээ... серьезные трудности и очень серьезные проблемы. Вот. Ну, судя по... тому, что вы описываете, я могу предположить, что этому вы... эээ... этому вы внимание эээ... не уделяли. по проблематике развода. Да. Эээ... ну, вот. Вы его... эээ... не уделяли внимания... по проблематике развода. Эээ... да. Эээ... ну, вот. Вы его... Даль... дальше... идем. Эээ... сейчас живу с мужчиной. Пишите вы. Опять же, то, что вы живете с мужчиной... ммм... неплохо. Но. Насколько вам нравится, то, что вы с ним именно живете. Эээ... а не... эээ... ну... не женились... не поженились вы. То есть... Нет ли здесь каких-то... ээээ... ну, подводных камней. Вот. Которые могут немножечко... усложнять... ситуацию. Вот. Которые могут... давить как на вас, так и на мужчину. Дальше. Эээ... недавно узнала, что он общался с... женщиной с работой. Была переписка интимного характера. А как вы узнали об этом? Я все узнала и хотела уйти. Почему-то вы хотели уйти, но не хотели поговорить и... эээ... собственно... ну, выяснить... у... эээ... мужчины, что-то такого произошло. Эээ... почему он... эээ... ну, вот, решил, да, так поступить. То есть, может быть, может быть, ну... не хватало ему чего-то, может быть, не хватало ему чего-то, может быть, что-то еще. То есть, вот, обратите, пожалуйста, внимание на то, что у вас нет, эээ... как будто бы желание, да, эээ... эээ... человека, как бы, понимать, да, у вас нет желания, как бы, разбираться... эээ... в этой... ситуации. Вы сразу, эээ... захотели уйти. И... на мой взгляд, это очень важно, что вы выбираете сразу уйти. На мой взгляд, это очень... это очень важно. Почему-то вы предпочитаете сразу уходить. Вот. Не то, что бы вы не должны... Это... ваше право. Но... просто честно. Эээ... человек вам дорог, например. Если вы человеком дорожите, например, то, на мой взгляд, эээ... вполне логично, если вы им интересуетесь. Если вы... Как-то, эээ... ну... Пытаетесь его понять. Я повторюсь... Что вы не должны это делать. То есть... Эээ... насильно вас, насильно, именно, именно насильно. Эээ... никто не заставляет. Но... Выбор... Выбор... Вашего... Вашего поведения. Выбор... Вашей... эээ... реакции. Вот именно выбор этой реакции. Вызывает вопрос. Конечно. Да? И отсюда у меня возникает вопрос. А... нацелены ли вы... На... Своего мужчину. Нацелены ли вы на него. Или вы нацелены, по большому счёту... На... допустим... Себя. В... В... Основном. Да? Как бы? Вот это такой, на мой взгляд, достаточно интересный момент. То есть вы... То есть вы здесь... Ээээ... грубо говоря, сталкиваетесь с каким переживанием? с переживанием, по поводу чего вы здесь сталкиваетесь, если мы говорим о том, что вы об этом узнали. То есть нет ощущения у меня, да, что у вас с вашим мужчиной есть, так скажем, контакт. То есть у меня нет ощущения, что вы с ним вот как-то контактируете, понимаете друг друга и так далее. Понимаете, да? Опять же повторюсь, ну на всякий случай повторюсь, что вы не должны. То есть вас никто не заставляет и не обвиняет. Но разобраться в этом, раз уж вы обращаетесь за помощью к нам, да, на мой взгляд, необходимо. Раз уж вы спрашиваете, раз уж вы задаете вопрос, то давайте разбираться. В таком случае все происходит. Дальше. Я все узнала и хотел уйти, он остановил, умолял, просил остаться, говорить, что любит только меня. Да, то есть он в данном случае получается руководствуется чувством вины. И в этом смысле, конечно, в смысле того, что человек руководствуется чувством вины у вас есть все основания предполагать, что действительно ситуация может повториться. в том числе чувства вины не лучший мотиватор. Для извинений не лучший мотиватор для восстановления отношений. И так далее. Это правда. Но вы хотели уйти в данном случае, потому что правда хотели уйти и для вас неприемлемо то, что сделал мужчина на самом деле. или вы хотели уйти по другой причине. Например, по причине, допустим, по причине того, к примеру, чтобы он вас остановил. Вот. Это очень важный момент для вас. И с этим нужно разобраться. Как мне кажется. Как минимум. Дальше. Говорит, что любит только меня. Я не могу забыть всю эту переписку, вот и грязь, что он ее писал, как ее хочет и так далее. Вот. Теперь давайте здесь коснемся самого важного. Что для вас означает эта переписка. Что она буквально, вот именно буквально, для вас значит. Какие выводы вы делаете о себе? Какие выводы вы делаете о своем мужчине? При этом выводы, я понимаю, что вам, ну, вероятно, захочется обвинить человека, да, ну, вот, там, в том, что он, значит, он виноват, в том, что, ну, в том, что произошло, вот. Но попробуйте просто, вот, попробуйте просто уловить что за выводы вы делаете. Что для вас это значит и что вы чувствуете? Ничего ли не предвещало того, что это произойдет? Вот. Ничего ли не предвещало, что это, что это, что это может, ну, что это может случиться? Вот. На мой взгляд, если вы посмотрите внимательно, вероятно, вы увидите предпосылок. Помните, я говорил о том, как раз, что ваша задача посмотреть на ситуацию более глобально. Дальше мне трудно уйти от него, чем трудность и трудно все забыть, а забывать и не нужно. То, что сейчас происходит, это напоминание реальности о себе. То есть это напоминание о том, что есть определенные проблемы. Эти проблемы нуждаются в решении. А если вы все забудете, то как бы ситуация останется, ну, вот, нерешенной, неразрешенной и по большому счету ничего не изменится. Вот, ну, ваша жизнь. Вы пишите, я уже не чувствую себя счастливой в этих отношениях. А давайте попробуем подумать о том, что вас делало счастливой. Ну, вот, в отношениях, да? То есть попробуем себе на этот вопрос ответить, что конкретно делало вас счастливой в этих отношениях. Давайте подумаем. Можете ли вы что-то сказать на этом все? Можете ли бы сказать, что делало вас счастливой в отношениях? За счет чего вы были счастливы, посчастливы? За счет того ли что могли что-то делать для мужчины, ну, для мужчины своего, например. Ну, вот, как вариант. Были ли вы счастливы за счет того, что вам мужчина, ну, давал, давал возможность, например. Почувствовать себя какой-то, то есть вас делало счастливой именно вот, скажем так, ну, состояние некоторое ваше. То есть вас сделало счастливой именно вот это вот чувство, ну, чувство определенного состояния, скажем так. Ну, как вариант, как вариант, например. Опять же, я не буду, я не буду сейчас, там, спешить с выводами, да, но просто вот, постарайтесь вот подумать о том. На эту тему постарайтесь увидеть этот момент. Потому что вам, как, ну, вот, как мне кажется, не хватает, вот, именно, именно не хватает вам понимания себя. Вот. Не хватает именно понимания того, что с чем, ну, что с чем связано. Не хватает понимания того, что зачем идёт. Вот. Мне, по крайней мере, видится так. Вот. То есть иными словами, вы плохо знаете саму себя. Дальше. Что мне делать дальше, спрашиваете вы? Что делать, чтобы что? Он уверял, что никогда больше не повторится, но я не могу уже ему больше доверяться. Смотрите. Он говорит, что этого больше не повторится, а вы разбирали эту ситуацию? Вы разбирали эту проблему? Вы говорили о ней? Вы услышали своего мужчину в смысле того, что он-то хотел этим? То есть, например, сейчас вы думаете, наверное, что дело в вас. Сейчас вы думаете, наверное, что с вами что-то не так. Вот сейчас вы переживаете это, но вы не знаете стороны мужчины. Вот. И, соответственно, точно говорит, что это вам больше не повторится. Опять же, момент. Обратите внимание, что вам важно не то, каково будет человеку, а то, чтобы этого больше просто не было. То есть, чтобы вы с чем-то не сталкивались. Я рискну предположить, что вы боитесь остаться одна или боитесь быть брошенной. Когда люди боятся остаться одни и боятся быть брошенными, то возникает такая ситуация, что их общение друг с другом, их взаимодействие друг с другом является, скажем так, узким, очень-очень узким. И вот то, что описываете вы, очень на это похоже. В смысле того, значит, в смысле того, что вы как будто бы в своем, ну, мужчине, да, в котором вы, ну, вот в отношениях сейчас находитесь. Вы как будто бы в нем не видите никого, кроме мужчины, собственно. Но это же ведь не только мужчины, это еще и личность. А вас ведь с, ну, с человеком, да, что-то объединяло ранее? Когда вы только начинали встречаться, например. Ну, ну, вспомните, что это и как это трансформировалось сейчас. Дальше, я не могу уже ему доверять, он уходит, я извелась, что он с ней общается и видится на работе. Вот еще один такой достаточно важный, получается, аспект. Это то, что вы извелись. А что вы понимаете под «извелась»? Что вы, что вы, ну, по-бедям понимаете? Да? Я извелась, вот что вы понимаете под этим. Я бы очень хотел, чтобы вы постарались это донести. Я извелась, это как? Что именно со мной происходит? Чего именно вы боитесь? Дальше. У меня двое детей от первого брака, мне сейчас трудно собраться и уйти тут еще и финансовый вопрос, так как я сейчас в декрете со вторым ребенком. Я не очень понял, здесь у вас двое детей от первого брака, вы беременны вторым ребенком, то есть непонятно, да, в данном случае, но я полагаю, что я примерно понимаю, что вы имеете ввиду. Мужчина, с кем сейчас живу, просто чтобы мы родили третьего, но как родиться с него после всего этого, я не готова. Меня, если честно, здесь смущает факт того, что как будто бы, речь идет только о рождении ребенка, то есть зачем, вот буквально зачем мужчине ребенок? Ну, то есть вы беременны одним, он говорит, что еще нужно, да? Зачем? Как дети вплетаются в общее тело ваших отношений с мужчиной. Вот. И последний момент, на который я хочу обратить ваше внимание. У меня сложилось такое впечатление, что вы не реализуетесь. У меня сложилось такое впечатление, что вы вот центрируетесь на том, что мужчина делает, да, и так далее, и так далее. У меня есть ощущение, что вы не реализуетесь, вы не сами не делаете чего-то, что вам, ну, например, нравится. Вот. Такое впечатление у меня сложилось, если мы говорим про вас. Ну и, конечно, то, что вас редакт задела, говорит про проблемы с самооценкой, уверенностью в себе, про страхи, но и про некоторую неискренность, как по отношению к себе, так и по отношению к вашему мужчине. Почему? Почему так? Почему неискренно? Дело в том, что если вы, ну, действительно хотели уйти от него, да, действительно хотели уйти от своего партнера, то вам нужно было это сделать. Но вы уходили, не зная, чего вы хотите. А значит, вы в некоторой степени импульсивны и в некоторой степени, возможно, привыкли к манипулятивной модели поведения. То есть, я ухожу, ты меня останови и ты теперь докажи, что я тебе нужна. То есть, происходит своего рода, как бы так сказать, да, переходит своего рода перенос или перекос от того, что хочется вам, а вам хочется чувствовать себя значимой. На то, что должен делать другой человек, чтобы вам было, ну, чтобы вы это получили. Вот. Чтобы вы почувствовали себя той, кем вы хотите себя почувствовать. Понимаете, да? Какая штука. Вот отсюда такая проблематика. Я не знаю, пока вы беременны, имеет ли смысл вам заниматься терапией. Если беременность проходит хорошо, да, если беременность не очень хорошо проходит, то нет. Я бы рекомендовал вам со своим партнером просто сесть и друг перед другом просто сказать о том, чего каждый из вас хочет, что каждый из вас чувствует. или хотя бы один раз, да, один раз вместе посетить, ну, как бы вместе обратиться к психологу вдвоем и просто прояснить вот некоторые элементы коммуникации, чтобы лучше коммуницировать. А индивидуальную терапию оставить уже на время, когда вы родите. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего доброго и удачи. И вот это все наверно directly Ethereum аромат Иэкспрящий êts Стар